Страшно бесит то, что вы говорите. Понятно. Нездоровые реакции, они нас подталкивают менять что-то, адаптироваться и идти дальше. Это тогда, когда я испытываю эмоцию, чувства или реагирую или действую так, как социально неприемлемо, для меня разрушительно, меня это парализует. Потому что, к сожалению, мы не можем изменить президента, страну, жену, мужа и как-то на них глобально повлиять. Это очень интересно. Я попала сегодня на личную консультацию. Я все понимаю, но мне от этого не легче. А если бы все вот так фатально случилось, то что бы тогда это значило? В мире много жестокости, несправедливости. Не могла понять, что со мной происходит. Вероня, как вы думаете, когда вы тогда сильно напугались, какие были мысли в голове? Я поймала главную мысль. У меня в гостях сегодня Федор Токарев, медицинский психолог, судмедэксперт и когнитивно-поведенческий психотерапевт. Здравствуйте, Федор. Вероника, здравствуйте. Очень рад быть здесь и пообщаться сегодня на мою любимую тему. Я тоже очень рада, как я уже начала чуть-чуть до начала нашей беседы на камеру говорить о том, что мы сегодня вообще про панические атаки встретились. Да. Но что мне показалось особенно интересным, на чем хочу остановиться, на том подходе, в котором вы сейчас работаете и представителем которого являетесь. Я почитала все, прочитала, выяснила. Это такое очень интересное новое направление, рэпт. Да. Рационально-эмоциональная поведенческая терапия. То есть это какое-то течение от КПТ-терапии, то есть когнитивно-поведенческой терапии. Можете рассказать вот для наших зрителей, для меня лично, чуть-чуть подробно, что это, что это за подход? Да, Вероник, ну я хочу сказать, на самом деле он новый для России, да, потому что на самом деле рационально-эмоциональная поведенческая терапия, она начала развиваться еще в 50-60-е годы, скажем так, прошлого столетия, да. И исторически это первое направление именно когнитивно-поведенческой терапии. То есть Альберт Элис начал в 50-60-е годы, да, и чуть позже Аарон Бек со сходными идеями начал развивать когнитивную терапию. Даже так? Да. Потому что сейчас же отмечали большую годовщину КПТ-подхода, вот буквально на прошлой неделе, да? Да, да, да. 111 лет, если я не ошибаюсь, да, вот Беку, как раз подходы Бека. Я думала, что он основоположник. На самом деле интересно, что и Альберт Элис, и Аарон Бек долгожители, да. И с одной стороны, они занимались психотерапией очень интенсивно, Альберт Элис, у него было по 9 и даже 10 консультаций ежедневно, то есть он очень много принимал на протяжении многих лет и прекрасно себя чувствовал. Что касается именно рациональной мотивно-поведенческой терапии, она довольно широко распространена. На самом деле она тоже распространяется не только в России сейчас, но и по всему миру. И, ну, я уже сказал, что это исторически первое, одно из первых направлений, ну, фактически первое, да, потому что сначала Альберт Элис начал, потом Аарон Бек, и в России, к сожалению, так сложилось в силу исторических обстоятельств, что у нас психология, психотерапия, они были несколько задвинуты законами. В нездоровье уходили, в карательную психиатрию, сейчас мы с этим, в общем, сталкиваемся, еще какие-то отголоски остаются, но все меньше-меньше с каждым годом. Да, да, да. И Альберт Элис заметил, он, как и все, скажем так, большинство отщепенцев от психоанализа, начинал в психоанализе, он заметил, что некоторые более прямые способы психологической помощи, они приводят клиентов быстрее к результату, да, то есть он начинал еще как сексолог, и он, кстати говоря, один из идеологов и основателей сексуальной революции в США, да, то есть на самом деле про Альберта Элиса много чего интересного, но, к сожалению, пока большинство материалов на английском языке. Хочу чуть-чуть про разницу, да, подходов, то есть наши зрители, кто смотрит, кто там знаком с какими-то подходами или пока ни с какими не знаком, ну, что знают, там, психоанализ, гештальт, терапия довольно-таки популярная, там, ну, КПТ тоже популярная, да, очень подход. Но вот РЭП, он чем отличается? У меня сложилось уже свое впечатление, там, судя по отзывам каким-то, да, вот по беседам со студентами, но все-таки хочется как из первоисточника узнать, в чем особенность этого метода? Особенность первая – это подход довольно структурированный, да, то есть так же, как и когнитивная терапия, он очень структурированный, и есть очень простая модель эмоционального расстройства, да, ABC-модель, то есть у нас есть некоторые активирующие события, A, у нас есть C – это следствие в виде эмоций, поведения и каких-то ассоциированных мыслей, и у нас есть B – некоторое промежуточное звено между ситуациями и реакциями на эти ситуации. То есть действием. Ситуация, действие, ну, как бы, что может, как мы… Я обычно привожу такой очень простой пример, иллюстрирующий, ну, условно, мы пришли в цирк, 100 человек хлопают в ладоши, радуются, и один человек плачет, потому что ему жалко животных. То есть объективно у нас ситуация одна и та же, а субъективно она воспринимается, интерпретируется по-разному, и у нас разные есть следствия. И первое отличие в рэпт заключается в том, что в рэпт мы выделяем здоровые и нездоровые негативные эмоции, да, то есть у нас могут быть здоровые негативные эмоции, да, ну, условно, те, которые нам помогают. Это волнение, это, ну, скажем так, функциональная печаль или грусть, это… Интересно, функциональная печаль – это что? Смотрите, ну, первое, допустим, у нас есть некоторая неудача или потеря, да, понятно, что здоровая альтернатива – это будет некоторая негативная реакция наша, да, но одна реакция может нас подталкивать к тому, чтобы закрыться, впасть в депрессию, другая реакция к тому, чтобы условно пережить, ну, и все-таки продолжать жить дальше. Несмотря на то, что происходят плохие события, да, несмотря на то, что происходят и могут люди погибать, у нас что-то не получаться, ну, реакции поведенческие, одни будут нас подталкивать, чтобы мы были активны и продолжали активность, другие приводят нас к некоторым нездоровым тенденциям. И что нас приводит? И вот тут очень важно. Вот этот Б? Именно Б, который нас туда приводит, да, то есть, ну, условно, в моей жизни обязательно должны быть отношения, и моя жизнь ужасная, невыносимая, если их нет, да, и второй вариант, даже если у вас есть такое предпочтение, мне бы очень хотелось иметь отношения, но это не обязательно условие моего счастья, да, то есть, возможно, очень существенно мне будет не хватать чего-то, но я могу получать удовольствие в разных сферах жизни, но это не заставляет меня отказываться от поиска, не знаю, партнера и построения отношений. На примере с отношениями понятно. Можем вернуться в пример, который вы привели изначально, с цирком? Конечно, да. Как здесь, да? То есть, что здесь будет здоровой и нездоровой реакцией, и что здесь будет Б? Ну, условно говоря, в этом простом уравнении. Да, ну, первое, наверное, смотрите, какая может быть здоровая и нездоровая реакция? Наверное, здесь здоровая реакция, если наши клиенты, ну, или наши знакомые, друзья испытывают, ну, в общем, плачут или очень расстраиваются, как раз вот функциональная печаль и грусть, да, то есть я сожалею, мне жаль, что, возможно, скажем так, животным причиняют некоторый вред, или им они испытывают какие-то болезненные ощущения, да, но это не конец света и катастрофа, да, то есть я могу, условно, если я считаю правильным или у меня есть такое предпочтение, ну, не знаю, делать какие-то акции или, может быть, делиться своим личным предпочтением с другими людьми, да, что я, в общем, не предпочитаю, мне кажется, что жалко, этого должно быть меньше, какими-то конструктивными способами отставить свои предпочтения, да, а не впадать, условно, в депрессивную поддавку. А нездоровая реакция, это, чтобы быть парализованным? Да, 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 вот человек, условно, парализован, и он плачет или замкнулся у себя в комнате, и все, да, то есть мир такой нежестокий, несправедливый, но, к сожалению, так и есть, да, то есть в мире много жестокости, несправедливости, и, а, мы можем каким-то образом влиять на то, что мы можем влиять, да, и продолжать жить с тем, что не на все вещи мы можем влиять. Окей, тут понятно, ну, то есть здесь про степень, скорее, выраженности реакции. Да, да, ну, отчасти и степень, но как раз мы в рэпт разделяем, то есть у нас, может быть, условно, поведенческие тенденции, которые здоровые и нездоровые, да, то есть мы можем, вот, в когнитивной терапии мы можем снизить интенсивность страха, но даже некоторые импульсы поведенческие будут нас подталкивать к избеганию, то есть избегание мы рассматриваем как как раз нездоровую реакцию, да, здоровой альтернативой будет некоторое волнение или беспокойство, которое будет релевантным обстоятельствам, и все-таки, если это релевантно, контакт и взаимодействие с некоторой ситуацией, то есть, условно, первое, даже сниженная по интенсивности тревожность, она будет нам мешать, потому что, ну, условно, человек будет избегать экзамена, избегает подготовки к нему, волнение будет подталкивать к тому, что, так, экзамен для меня важный, я понимаю, что я могу получить двойку, но я постараюсь подготовиться, сделать то, что я успею. Даже рискуя, я на него пойду и попробую сдать. Понятно. То есть, когда мы говорим про абсолютно нездоровую реакцию и, ну, как бы, условно говоря, повод обратиться к репт-терапевту, это тогда, когда я испытываю эмоцию, чувство, или реагирую, или действую так, как, ну, как бы, социально неприемлемо, для меня разрушительно, меня это парализует, да? То есть, вот какие тут, ну, как прилагательные, какими прилагательными, да, или глаголами можно описать свое состояние, с которым может работать репт, и с какими не может? Вот. Ну, вообще, когнитивно-поведенческая терапия. Да. Ну, на самом деле, мы можем работать со всеми любыми эмоциональными состояниями, да, и, условно, очень редко, но бывают клиенты приходят, они жалуются на здоровые реакции, да, и тогда мы рассказываем, что у нас есть несколько альтернатив, потому что некоторые люди говорят, я вообще не хочу ничего чувствовать, но тогда, условно, могут происходить события, которые не соответствуют твоим предпочтениям, да, и ты будешь лежать на диване, ничего не будешь с этим делать, да, то есть, нездоровые реакции, они нас подталкивают менять что-то, адаптироваться и идти дальше, да, и, соответственно, мы работаем с эмоциями любыми, мы работаем с поведением, также с любым поведением, ну, и мыслями, да, то есть, на самом деле, иногда у нас следствия могут быть, поведение свернуто, и у клиента возникают некоторые навязчивые мысли. Вот это вот мыслительная жвачка, да? Да, 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 луминация, мыслительные жвачки, да, и клиент говорит, вот я не могу переключиться, я постоянно об этом думаю, не могу ничего сделать, да, и с этим мы тоже работаем. Но с нашей точки зрения, с точки зрения РЭПТ, мы обращаем внимание, первую очередь, на условные жалобы клиента, и мы стараемся, скажем так, переформулировать эти жалобы в какой-то рабочий запрос, потому что, к сожалению, мы не можем изменить, не знаю, президента, там, страну, жену, мужа, и как-то на них глобально повлиять, да, но мы можем сделать так, чтобы некоторые реакции нашего клиента, они были более конструктивны, что будет способствовать изменениям, в том числе во внешнем мире. Ну, как в дальнейшей перспективе, однозначно. Вы сказали, что часто приходят люди и жалуются на здоровые реакции. Какие обычно? Ну, на самом деле, не часто жалуются, но часто жалуются на некоторые свои эмоции, которые могут быть вполне функциональные и адаптивные. То есть некоторые клиенты могут пожаловаться, что вот, не знаю, я расстраиваюсь в некоторых ситуациях. Ну, конечно, и, условно, у нас могут быть, правда, некоторые объективно негативные обстоятельства, которые мы не в силах изменить. Ну, условно, мы можем, на самом деле, прократить некоторые отношения с тем человеком, который, не знаю, применяет физическое насилие, там, или как что-то делает плохого. Да, мы можем постараться переехать, если это в наших силах. Мы можем не общаться с теми людьми, которые нам не нравятся. Но этому могут препятствовать наши убеждения, да, условно, я обязан любить маму, меня должны уважать, там, ценить, я должен делать все идеально. Да, нет, на самом деле, никто вас не обязывает любить тех людей, кто вас воспитал, да, вы можете, условно, если у вас это есть, любите, но если нет, не стоит себя за это, там, винить и оскорблять, заниматься самоунижением. Это точно не поможет. Да, однозначно. То есть, чаще всего это как раз и приводит к тому, что клиент, помимо того, чтобы принять, что, ну да, у меня, может быть, нет каких-то теплых чувств, или я не хочу каждый день ездить к родителям, радовать их, да, то есть, иногда бывает предпочтение, что я хотел бы их радовать, но я готов смириться с тем, что я не всегда обязан это делать. То есть, я могу жить свою жизнь отдельно от них, даже если они расстраиваются по этому поводу. И в этом смысле тогда выход из, ну, как бы, как будто бы нездоровой реакции – это принятие, что я не на все способен влиять? Конечно. И не на все способен влиять. Принятие того, что я человек, того, что огромное количество дел я делаю не идеально, и так и будет в будущем, да, то есть, конечно, мы учимся, развиваемся, но мы все не сверхчеловеки, да, мы не, скажем так, божественного какого-то создания, то есть, мы обычные земные люди, которые можем стремиться к тому, чтобы какие-то свои характеристики улучшать, но в целом мы будем совершать ошибки, это нормально. Интересно. Спасибо. Я поделюсь тем, что я прочитала, и хотела бы ваш комментарий на этот счет услышать. Ну, вообще про КПТ-подход. У КПТ, скажем так, когнитивно-поведенческой психотерапии уже сложилась репутация очень эффективного метода, потому что, ну, как-то принято ассоциировать КПТ-подход с введением дневника, чувств, реакций и вот, да, своих мыслей, убеждений и прочего. И одна эта уже практика, она, в принципе, дает тебе более широкую картину про себя, понимание себя. И, ну, как бы эффективность уже сразу же, да, дает обещание быть более, скажем так, обширной, чем, например, в других методах и в других подходах. Но обратная сторона медалей, то, на что жалуются часто клиенты, которые приходят к другой, к психологу, который, да, как бы работает в другом подходе, часто говорят, что там нет ничего для души. Это для головы. Это такое абсолютная тренировка, дрессировка. Некоторые даже говорят, что есть определенные подходы в КПТ, где терапевт рекомендует носить на запястье резиночку, и каждый раз, когда ты подумал, вот ее там на какую-то мысль или на какую-то свою эмоцию щелкать, чтобы, ну, буквально, как это с животными происходит, да, как там собачки за хорошее кусочек мяска, да, там лошадки за хорочек, за хорошее, за плохое ударили. Вот, приблизительно так же. И многим людям, которые ориентированы на эмоциональную жизнь, глубоко рефлексируют, очень увлечены, изучением тонкого мира, скажем, этот подход претит. Вы встречаетесь с такими? Да, ну, обычно мы эти мифы разбеиваем, да, потому что, безусловно, и в КПТ мы всегда начинаем и с контакта, да, и это не сухой механистический подход, да, то есть понятно, что он индивидуален, и с каждыми клиентами работают, скажем так, разные виды диспутирования, оспаривания, ослабления этих убеждений. Это мог быть и метафорические, и на самом деле все, что применяется в других подходах, сейчас это все активно интегрируется в КПТ, да, то есть на самом деле я же пришел в КПТ тоже не сразу, да, то есть я сначала занимался гештальтерапией, довольно долго учился на гештальтерапевта, ездил на интенсивы, вел группы, и этот багаж, он никуда не девается. Гешталь как раз про чувства, да? Да, да. То есть больше всего про что вы чувствуете, какая у нас сейчас? Он про чувства, и что для нас важно, что КПТ, он тоже про чувства, и на самом деле он очень целенаправлен именно на чувство переживания клиента, да, и как раз моя задача тоже, я преподаю репт и КПТ, моя задача объяснить нашим терапевтам, что это на самом деле контакт двух людей, и нам, безусловно, необходимо этот контакт выстраивать, потому что иначе есть компьютер, да, и в принципе на самом деле есть даже программы сейчас, которые помогают справляться с депрессией, можно книгу почитать с пошлаговым руководством, но это не всегда бывает эффективно, то есть иногда нужно, чтобы у нас складывался контакт, и мы разбирали в том числе чувства вместе и обсуждали их, да, то есть это не так, что ты приходишь к КПТ-терапевту, и он как компьютер постепенно ведет тебя вперед. Как учитель математики. Да, или как учитель математики, да, то есть подход действительно во многом психообразовательный, да, и как раз дневники, они нужны как практика для того, чтобы наши клиенты начинали разделять некоторые обстоятельства, некоторые мысли, которые к ним приходят, и чувство поведения, да, на самом деле, чтобы они научились по разным коробочкам все это раскладывать. Разные корзиночки, да. И вот что касается резиночки, на самом деле, Альберт Элес еще предлагал сжигать какие-то суммы весомые для себя. Да, а что это за практика? У него очень, скажем так, довольно часто он использовал метафорический разный стиль и рассуждения, да. Условно, если вы, у вас есть обстоятельно-компульсивное расстройство, вы знаете, что некоторые, вам не нужно мыть руки, но вы это делаете, то есть вы делаете бесполезные вещи, да. Ну, сжигать какую-то сумму денег тоже абсолютно бесполезная задача, да. И он в том числе таким образом как раз между этим стимулом и реакцией, да, то есть пришла мысль, он вводил дополнительный компонент, так нужно подумать, так стоит ли, не знаю, там 100 долларов или там, не знаю, 5-10 тысяч рублей, помыть руки, или я могу потерпеть до вечера. То есть между стимулом и действием привычным сделать еще что-то, что вызывает другую волну эмоций, реакций и вообще ход мыслей меняет. Скорее то, что может несколько вот этот автоматический процесс остановить. В рациональное русло направить, так, я вообще эти деньги планировал на то-то-то. Да-да, почему для нас это важно? Потому что у клиентов часто, в том числе с обсессивно-компульсивным расстройством, есть мысль, что если они что-то не сделают, случится катастрофа, или они этого не выдержат, то есть у них есть убеждения, которые подталкивают их к тому, чтобы мыть руки или делать какие-то другие навязчивые действия. Да, когда мы вводим этот компонент, они могут столкнуться с некоторой неприятной ситуацией, что да, в принципе, день я продержался, все нормально, катастрофа не наступила, никто не умер, нет у меня всех болезней венерических и так далее, от того, что я мою руки только перед едой или когда с улицы пришел. И на самом деле здесь формируется толерантность фрустрации. То есть у нас есть некоторая мысль, которая нас фрустрирует и подталкивает быстренько избавиться от тревоги. Здесь они, скажем так, могут потерпеть, и у них формируется, что в принципе, ну, 10 минут я могу потерпеть, день я могу потерпеть, да, а потом, так как они с этим регулярно сталкиваются, они понимают, что не наступает катастрофических последствий, которых они ожидали. И у них меняются уже основные убеждения в том числе. Оказывается, я выжил. Да, 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 и все окей, я могу этого не делать. Это не обязательно условия моего выживания. Ну вот, да, очень интересно вы рассказываете. На самом деле это же такое еще как-то разговор с собой на языке действий, потому что ты можешь сколько угодно раз себе сказать, что ничего не произойдет, ничего не произойдет, если тревожась, я не съем пачку чипсов, как часто это бывает, когда разрушительное поведение реализуется через, например, переедание какими-то вот продуктами ненужными. И потом ты узнаешь, так, вот, значит, я не умер. Раз, два, три, четыре. И только так это начинает закрепляться. И в других подходах это тоже работает. Да, и другие подходы, они тоже работают. То есть не стоит нам говорить, что другие подходы не работают. Просто когнитивная модель, она это, на мой, с моей точки зрения, более, скажем так, научно описала и более научно использует те же техники. То есть все техники, которые у нас есть в гиштальтерапии, психоанализе, где-то еще, мы можем использовать, но мы их нанизываем на свою когнитивную модель и понимаем, какие у нас будут последствия, зачем мы это делаем. Да. Я скорее даже как в подтверждении, нежели, да, как-то с обратной стороны это сейчас говорю. По большому счету все подходы друг у друга заимствуют, какие-то приемы, поэтому в этом смысле все бьется в мою картину мира. Хочется нырнуть чуть глубже и плавно перейти к теме панических атак. Что такое панические атаки с точки зрения РЭПТ? То есть в основном нам стоит тоже психологам заглядывать то, что есть и в психиатрии, немножко ориентироваться в диагнозах. Ну, панические атаки – это острые приступы паники, которые часто развиваются иногда спонтанно, иногда на фоне некоторых физиологических проявлений, да, и они сопровождаются разными симптомами. Это может быть сердцебиение, это может быть темнеет в глазах, это может быть дрожь. В общем, огромное количество разных, на самом деле, вегетативных реакций. То есть некоторые острые вегетативные реакции, которые потом интерпретируются определенным образом, и люди начинают их бояться. И вот когда у человека возникает острый приступ паники, и они могут, скажем так, проистекать в определенных местах, могут просто где-то проистекать спонтанно, то у человека начинает формироваться боязнь того, что у них опять случится паническая атака. А что предшествует таким приступам? Это же не может… Ну, как вот человек живет, да? Что у него ни с того, ни с сего формируются регулярные приступы панических атак? Так же не бывает? На самом деле все тут довольно просто, да, то есть условно мы иногда можем чувствовать себя хорошо, иногда плохо, то есть это нормально, да. Но если у нас есть некоторый тревожный фон, на какие-то события в стране мы тревожимся, то мы можем иногда обратить внимание на то, что у нас сердцебиение учащенное. То есть у нас есть некоторый уровень тревожности. Один раз, скажем так, клиент обратил на это внимание, на сердцебиение или то, что у него потемнело в глазах, и он катастрофически это проинтерпретировал, что это означает, что я сейчас сойду с ума, начну там бегать по улице, прыгну под поезд или умру сейчас. То есть условно у нас есть некоторая чувствительность внутренняя, то есть мы можем замечать сердцебиение, пульс, какие-то свои ощущения, и пришествуют этому, либо просто, тоже довольно классический случай, допустим, человек, не знаю, попробовал покурить сигареты или их перекурил, или, допустим, употреблял алкоголь, потом у него утром какие-то физиологические проявления, то есть плохо себя чувствуют, и он начинает интерпретировать, что так, может быть, не знаю, я раньше много курил, наверное, все, мое время закончилось, я скоро умру. То есть дело в интерпретации? Да, дело в интерпретациях некоторых физиологических состояний. Я сегодня ехал тоже сюда, и сейчас погода такая не очень понятная, у меня голова может болеть, я могу себя плохо чувствовать, и на самом деле раньше у меня самого, мне ставили в школе вегет-сосудистую дистонию. Только в тем. Да? То есть на самом деле нигде такой диагноз не существует, кроме России. По сути дела, это обычное эмоциональное расстройство, которое довольно, ну, не очень сложно лечиться, и довольно быстро. Ну, вот у многих, кстати говоря, у меня лично, да, меня даже от экзаменов каких-то освобождали, потому что мне могло стать плохо. Угу. Я слышала одного из своих гостей, тоже мы тему панических атак обсуждали, и он как раз рассказывал мне о том, что в скорой помощи один из самых частых вызовов по сердечному приступу, да, вот по жалобу на сердечный приступ или на инфаркт миокарда, это, по сути, оказывается паническая атака. Человеку кажется, что он задыхается, человеку кажется, что сердцебиение остановилось, все сдавливается, воздуха не хватает, перед глазами темнеет, ну, вот обычно описывают так, да? Да-да-да, все классика. И уходит очень длительное время, много времени требуется на то, чтобы научиться отличать. Но вот реальное состояние острое от панической атаки. Как вы работаете с клиентами с паническими атаками? Как вы их обучаете отделять одно от другого? Да, ну, мы их обучаем, на самом деле, разными способами, в том числе и экспозицией, да. Некоторые терапевты могут рекомендовать, ну, сделать 10 приседаний, да, в зависимости от темы того, что клиент беспокоит. То есть если оно беспокоит сердцебиение, в том числе можно, скажем так, добавить какой-то физической нагрузки или выпить кофе с довольно крепкий, да, чтобы однозначно сердцебиение участит, да. И это первый вариант. То есть на самом деле наша задача, а, найти те интерпретации катастрофические, которые есть у клиента, б, предложить альтернативные интерпретации и проверить, скажем так, на соответствии реальности первую и вторую интерпретацию. Да, первая интерпретация, что я сейчас умираю, какой ужас, все, точка, да, я ничего не успел в жизни. Вторая интерпретация, да, мне сейчас может быть плохо, и, в общем, это довольно неприятно, но в целом я могу это пережить, ничего страшного не происходит. Вот тут для нас важно, что чаще всего у нас возникает такой панический круг, да, то есть есть повышенная чувствительность некоторым своим ощущениям, потому что люди боятся, они начинают думать, у нас есть селективность восприятия, то есть если я боюсь умереть от сердечного приступа, то я начинаю мониторить свой пульс, хотя вроде врачи говорят, все окей, да. Клиент начинает замечать эти изменения, они могут купить себе часы, могут мерить свой пульс, и потом, когда он с их точки зрения больше условной нормы, да, они начинают этого пугаться, что выбрасывает, скажем так, гормоны стресса в кровь, и они пугаются еще больше всего, потому что сердцебиение еще учащается, да. Позвольте мне небольшую провокацию. Конечно. Страшно бесит то, что вы говорите. Понятно. Человека, который сталкивается с паническими атаками, для него услышать, что он вот этот overthinker, да, который вот придумывает все, он вот хочет плюнуть, да, в этот момент развернуться на каблуке и уйти, потому что действительно человек уверен в том, ну, в смысле, это его реальность, не то чтобы, как бы, уверенность, обратная сторона, неуверенность, да, а это его реальность. Ты что, я реально умираю? Ты думаешь, я тебе тут шутки рассказываю, чуть-чуть у меня как от кофе сердце забилось, издеваешься, да? То есть вот это же вот целая волна поднимается. Да, и начинается работа, она как раз с когнитивной модели, да, что, возможно, я могу реально умирать. И мы смотрим с той точки зрения. Та тревога, которую вы испытываете, она помогает вам спастись в случае экстренной ситуации или мешает, да? То есть мы не говорим о том, что не надо вообще не беспокоиться ни о чем. То есть у вас могут быть реально опасные ситуации, да, если у вас есть угроза, скажем так, как, вы знаете, какие-то свои особенности, заболевания, наверное, не стоит рисковать, да? И вот здесь, на самом деле, мы вместе с клиентом идем некоторый путь, да? То есть это не так, что так, вы неправильно думаете, у вас это поэтому, да? Мы рассматриваем основания, почему это клиент думает, как ему это помогает. Помогите мне пройти этот путь. Да, отлично. Я, честно говоря, единожды сталкивалась с панической атакой. Я потом уже поняла, что это была она. Я на самом деле думала, что я плохо себя чувствую, потому что пила антибиотики. Тогда был очень длительный перелет. И вот мне было настолько плохо, мне было настолько плохо, что я не могла понять, что со мной происходит, но испугалась я колоссально просто. Потому что я даже не знала, я думала, я была в тот момент в Нью-Йорке, я думаю, вот скорую здесь не вызывают. Вот я сейчас постараюсь там позвонить на ресепшн-отель, объяснить, что со мной. А что сказать? Вот просто все плохо, вот весь, вот все вот так плывет перед глазами, темнеет. Невозможно набрать воздуха, да, вот вздохнуть полной грудью, невозможно. Такое ощущение парализации, как будто ты не можешь встать, вот что-то сделать, активность заблокирована. Ну, диреализация, деперсонализация, все довольно классические такие симптомы. Абсолютно, то есть ты такой обездвиженный оказываешься. Вот что я сейчас скажу по тебе? Я не могу дышать, не могу двигаться, что со мной происходит. Я даже не знала, как это описать. Да, вот что для нас важно, Вероника, есть ли страх того, что может повториться или нет? У меня нет. Сейчас у меня этого страха нет. В тот момент какие мысли приходили в голову? То есть понятно, что, наверное, я, может быть, тоже бы испугался, это вполне релевантно. Да? Понятно, что если тебе плохо, и, наверное, не хотелось бы умирать на улице и, не знаю, вызывать скорую, не вызываешь. Да? Да. Какие мысли крутились в голове? Я думала, что я не успею на самолет, во-первых. Так. Это точно, я помню. Да, да, да. Мне нужно было уже на утро вылетать, это было поздней ночью. Я думала, что здесь меня никто не найдет, потому что этот отель, он там 55 этажей, там где-то я на 46-м на каком-то. Я совершенно одна, то есть я путешествовала одна, по работе приезжала, и никто даже как бы не сможет быстро спохватиться. Да, да, да. Вот тоже довольно типичные классические мысли, да? То есть чаще всего панические атаки с агорофобией, да, то есть боязнь каких-то пространств, они случаются, когда человек находится где-то один в каком-то месте, и вот то, что вы описываете, довольно-таки классические мысли, да? И вот как раз тут есть некоторое отличие когнитивной терапии и рационально-мотивно-поведенческой терапии, да? То есть в когнитивной терапии мы будем, можем рассматривать вероятность наступления некоторых событий, да? А в рэпт мы пойдем чуть дальше, То есть мы рассмотрим, допустим, что вы бы не успели на самолет, допустим, что вам правда, то есть, понятно, нет? Про самолет, да, но что я умерла, меня никто не нашел, меня это не утешит. Да, Вероника, что бы для вас это означало? Потому что, наверное, я также могу где-то поехать, я могу быть на мотоцикле, я могу быть дома, и вот с этой зимой, после ковида, наверное, моя жена очень сильно испугалась, я просто упал в обморок, у меня никогда не было в обмороков, и просто я отключился, она меня разбудила, я не понял, что происходило. Ну, в общем, все окей. То есть мы правда можем умереть, мы правда можем умереть на остановке, в отеле, в машине, это некоторые факты жизни. Да? И первое, что как мы эти факты интерпретируем? Мы можем говорить себе, что какой ужас, этого не должно произойти, да, что скорее всего будет тревогу усиливать. И второй вариант, что да, я допускаю, это очень плохо, мне бы не хотелось, но не всегда все от меня зависит. Да? То есть у нас две цепочки мыслей. Вероника, как вы думаете, когда вы тогда сильно напугались, какие были мысли в голове? Вот на самом деле я хотела отметить, что мне очень помогло то, что вы сейчас сказали. А если бы все вот так фатально случилось, то что бы тогда это значило? И я в первую очередь подумала там про близких людей, которым я доставлю боль, переживания, про договоренности, как не странно это по бизнесу, потому что я была по делу, и там мне доверили большой ответственности, я ее не смогу выполнить, и тогда получается, что на тот момент для меня самый худший сценарий был не просто в том, что в момент у меня раз и не стало, а то, что я разочаровала, подвела и причинила боль большому количеству людей, кому не хотела бы. И спасибо, что вы это говорите, потому что на самом деле для многих не самая страшная смерть, а самая страшная у кого-то, у меня много клиентов, мужчин, у них есть дети, у них есть ипотеки, у них есть обязательства, да, и они об этом беспокоятся, о своих родителях, о своих близких, да, потому что, ну, условно, если мы живем в каком-то нанебитаемом острове, ну, не стало меня, жаль, ни от этого ни холода, ни жарко, но от этого многие процессы, которые завязаны на меня, на вас, они могут быть весомыми, для нас важными, даже после нашей смерти, да, и вот здесь как раз добавляются, то есть для нас это очень важно, и мы можем объяснять себе и требовать, чтобы этого не происходило со мной, а мы можем принимать, что да, к сожалению, это может произойти, да, и я не всегда, смерть зависит от моего желания, да, то есть я не хотел бы, чтобы, не знаю, мой сын рос без отца, я бы не хотел, чтобы, не знаю, какие-то проекты были завершены, я хотел, чтобы они продолжались, и вот как раз часто наши, ну, условно, ценности, они стоят за вот этим, за тревожностью и панической атакой, то есть, если это случится, то это будет какая-то катастрофа, и для нас, важно вот в том числе вот эти ценности тоже вскрыть и показать разные отношения, да, то есть мы можем требовать от реальности, чтобы этого не происходило, да, и мы будем тревожиться, мы можем принимать, что, к сожалению, все люди смертны, я отношусь к человеческому роду, то есть я обычный человек, я знаю, что бывают разные смерти, в том числе внезапные, и, к сожалению, я тоже так же этому подвержен, да, то есть нет никаких оснований, чтобы со мной этого не происходило, да, и дальше мы продвигаемся уже на уровень ниже, что если так случится, даже если так случится, без моего желания, это однозначно плохо, да, возможно, не знаю, моему сыну будет хуже, или там вашим близким, партнерам и так далее, и вот мы продвигаемся до некоторых ценностей и, скажем так, гибких предпочтений, то есть я бы предпочла бы, чтобы мне всегда было хорошо, жаль, что я обычный человек, я бы предпочла бы, чтобы, условно, мое плохое самочувствие никогда не влияло на самолет, да, чтобы я всегда на них успевала, но это не всегда от меня зависит, да, условно в обморок вы упали или я упал, самолет прилетел, да, потом издержки, время и что-то, это все может подтягиваться, но часто у нас есть несколько слоев требований, почему мы, скажем так, как мы интерпретируем и почему, для нас, это суперважно. Это очень интересно. Я попала сегодня на личную консультацию к Федору Токареву, чему я очень рада, и вот сейчас тогда, с вашего позволения, приведу еще один пример, кардинально другой. Это была поездка в Нью-Йорк, буквально там, ну, может, в течение года. Мне пришлось ехать в Париж, я остановилась у своей подруги, и я также была по работе, мне нужно было там много встреч провести и, в общем, там показать компанию в своем лице, это с лучшей стороны. Ну, в общем, много-много планов, уже там я не говорю про вечерние выходы какие-то, для меня это, правда, большое значение имело. и в один день я заболеваю очень сильно, у меня поднимается температура, я такой никогда отметки не видела, 41 градус, меня вот так вот трясет, моя подруга там пытается что-то сделать, какие-то мне найти лекарства, ну, это просто вот такой какой-то вирус меня сразил. Я лежала на этой моей диване, и я не знала, вот, как говорят, не знаешь, когда день, когда ночь, я не знала. То есть, вот это все время, оно вот так вот текло, и я не понимала, я так пропустила свой вылет. Я даже не отменила билет, не предупредила на работе никого, но настолько мне было плохо. Я не испытывала никаких переживаний по этому поводу. Значит ли это, что мои ценности тогда не имели значения? На самом деле нет, они все имели значение, просто они могут быть не очень актуальны. То есть, если я сплю, ну, условно, мои ценности, когда я проснусь, продолжатся. То есть, нам важно, что протекает некоторый когнитивный процесс. Я поймала главную мысль. Так, какая? Я сейчас ею поделюсь. Получается, что если я очень сильно переживаю по поводу своего физического состояния, не настолько мне и хреново. Ну, не совсем так, на самом деле. Она мне очень понравилась. Эта мысль, она может делать мне еще хреновее, чем мне было. Да? То есть, я могу переживать, могу не переживать по этому поводу. Да? То есть, я могу волноваться и условно принимать какие-то препараты, лечиться, либо обратиться к подруге, так, смотри, мне что-то очень плохо. То есть, я плохо соображаю. Не знаю, поухаживай за мной. Да? Просто мы параллельно можем еще и сильно переживать, бояться, паниковать, что я умру, и катастрофа и можем бояться даже обратиться к врачу. То есть, часто такое бывает. Да? Но, условно, некоторые, в том числе, физиологические состояния у нас бывают, мы плохо себя чувствуем. Да? И мы можем по этому поводу усугублять свое эмоциональное состояние, а можем иметь некоторые здоровые эмоции в отношении этого. Поняла. Для меня, просто в конкретно моих двух этих кейсах, ну, стало, так скажем, очевидно, что вот этот тот самый испуг и эмоциональный фактор переживания по поводу своего физического состояния, ну, вот вообще, в принципе, насколько у меня так плохо, что я пугаюсь, он, ну, обратно коррелирует. То есть, там, где я, условно, на этом высоком этаже в Нью-Йорке. Похоже на правду, да, точно. Поняла мысль? Понятно, что я говорю конкретно в своем случае. Не факт, что это так всегда. Но там у меня было пространство интерпретировать. Да, да. Человек в реанимации, он не испуган. Да. Он просто, как бы, блин, выживает. Это было похоже на то, что со мной случилось у подруги дома, там, через год, условно говоря. Когда я так сильно болела, что, понятно, я там все сорвала сроки, все планы, да, и у меня ничего про это не было, потому что я реально была, ну, вот, как бы, на собственном краю, скажем так. Ну, не было сил даже думать об этом. Да, даже думать. И как раз этот суперкрутой пример иллюстрирует как раз важность интерпретации на эмоциональное состояние. Вот, как раз про это я себе и говорю, что если мне вновь придется испугаться своего состояния, мне хорошо было себе напомнить то, что когда мне было по-настоящему плохо, я не пугалась, потому что там не было на это сил. Тут на самом деле важный аспект, что мне может быть по-настоящему плохо, да, и я могу по этому поводу волноваться, да, то есть, не знаю, если, то есть, я могу кому-то написать, позвонить, о чем-то попросить, да, ну, или обратиться к врачу. Да, конечно. То есть, это не аксиома, да, какая-то нитоннель. То есть, это не аксиома, да. Хорошо, это моя личная такая заметочка на полях. Где ключик? До какого момента нужно дойти для того, чтобы понять, что тема с паническими атаками, ну, для самого человека, ну, как бы близка к разрешению, ну, или хотя бы проясняется? А тут, на самом деле, ключик первое, это понимание, на самом деле, схемы, и нам нужно некоторое зерно в отношении тех интерпретаций, которые есть, заранить и вместе с клиентом рассмотреть эти интерпретации, да, посмотреть какие-то альтернативы, и при паническом расстройстве нам очень важно в том числе поведенческие эксперименты, да, то есть, если мы все понимаем, и такое довольно много бывает клиентов, что я все понимаю, но мне от этого не легче, да, то есть, нам важно, чтобы у нас сформировались новые цепочки, новые автоматизмы в голове, и клиента, то есть, при паническом расстройстве, при вообще тревожных расстройствах, у нас тенденция поведенческая к избеганию, то есть, мы избегаем сталкиваться с неприятными, дискомфортными для нас стимулами, и, по сути дела, мы не можем корректировать вот это B, потому что, ну, условно, клиент просто до A, не доходит, то есть, до событий, которые его беспокоят, да, когда он с ними сталкивается, он может скорректировать вот эти неточные выводы о себе, то есть, однозначно, очень важно, чтобы клиент не только когнитивно менял свои мысли, но и поведенчески проверял эти гипотезы. Как этот человек может сделать самостоятельно, не в терапии? Например, что я могла сделать, вот скажем так, на следующий день или через день? Могла ли я что-то предпринять в свою пользу? Да, на самом деле, есть хорошие книжки, есть Роберт Лихи, на русский язык переведены, можно пользоваться, почитать и по депрессии, и по тревожности. Что я могла сделать? Ну, первое, я могла по коробочкам разложить то, что происходит. Да, ну, первое... Стимул? Да, ну, условное обстоятельство, да, то есть, что происходило, то есть, мне было очень плохо, о чем я думала, да, потом можно разложить, что мне, что я чувствовала, то есть, я тревожилась, я пугалась, да, и потом можно найти, условно, те мысли, которые меня тревожили больше всего. Вот в тот момент, Вероника, когда вы сильно испугались, да, какие были мысли в этот момент, о чем думала? То есть, я не успею на самолет, или я умру, или что пугало больше всего? То есть... Я всех подведу? Да, вот, стоп, я всех предведу, да, и это мы отнесем к обстоятельствам, потому что вот здесь, в этих обстоятельствах у нас находится не только объективное событие, то, что фиксирует камера, да, но и интерпретация этих событий, они, вот, именно в рациональной мотивной поведенческой терапии мы относим их сюда, да, то есть эти интерпретации, они могут быть точными, могут быть неточными, но человек реагирует именно на эти интерпретации. На я всех подведу? Я всех подведу, это, да, допустим, что на минуту, что так бы и случилось, что бы для вас это означало? То есть, у нас интерпретация могла бы быть, что, не знаю, я ненадежная, моя карьера пойдет как-то не так, или что-то изменится, важное для меня, да, то есть мы продвигаемся по этим интерпретациям и ищем те убеждения, да, то есть, на самом деле, чем мне нравится рэп тоже, что там их всего четыре, четыре рациональных убеждения. Это требования, которые мы предъявляем к себе, к другим и к миру, да, и три следствия этих требований. Это глобальная оценка себя других или мира, что я ничтожество, слабак, плохой, там другие плохие, или мир в целом ужасный. Это нетерпимость рострации, что я этого не выдержу, то есть, если я всех подведу, я этого не выдержу, не переживу. Ну, или третье, это кошмаризация, катастрофизация, что если х произойдет, это будет ужасно, катастрофично и так далее. Да, и вот мы эти убеждения ищем, да, то есть, довольно клиенты их просто обучаются находить, и их, мы их оспариваем, а альтернативные, гибкие предпочтения мы стараемся укрепить, и в том числе поведенческие. Ну, в моем случае это было, ну, вот как раз, пожалуй, про катастрофизацию, что никто без меня не может это сделать, я летела сюда, девять с половиной часов, и мне необходимо там, выполнить обязательства, которые я на себя взяла, а если я этого не сделаю, никто этого не сделает. Да, Вероник, так мы можем, опять же, допустить, что никто этого не сделает, и, наверное, есть, правда, некоторые люди, ну, условно, незаменимы, либо в текущих обстоятельствах, которые незаменимы, это может быть абсолютным фактом, да, и, опять же, что для вас это будет означать? То есть, да, вы летели девять часов, да, да, какое-то большое дело или что-то сорвется, да, и вот часто, условно, люди, из-за того, что для них это очень важно, они начинают требовать, что не должно быть плохо, или это будет катастрофа, они интерпретируют катастрофически то, что произойдет, да, но даже если бы это все осуществилось, да? Я уже отмотала, могу поделиться. Мне же на тот момент было 22 года, там, 22-23, наверное, и это было, пожалуй, первое или там, по первой полугодии, когда я начала сама жить самостоятельно, я снимала квартиру, и родители, особенно папа, был категорически против такого моего решения, и если бы я, ну, то есть, как уход, неявный для меня был, да, мыслишься, если я такую катастрофу в своей карьере допущу, вероятно, я лишусь работы, вероятно, ну, очевидно, я лишусь заработка, кажется, мне придется возвращаться домой, а туда мне никак нельзя. И вот наша цепочка, на самом деле, да, то есть, то, что мне плохо, это может быть не самое важное, да, а то, что некоторые какие-то важные аспекты в моей жизни могут пойти немного по другому сценарию, вот это может и сильно пугать, да, и здесь мы, опять же, будем допускать частично, что это так могло произойти, да, и, наверное, и здесь мы будем оспаривать требования, что так не должно происходить, или этого не должно быть в моей жизни, ну, и следствия, то есть, возможно, это будет означать, что я слабая, или то, что это катастрофа, да, то есть, мы их оспорим и добавим, условно, рациональные альтернативы, да, что однозначно мне бы не хотелось, чтобы меня, я лишаться работы и возвращаться на, скажем так, ступеньку назад, да, там, не знаю, своего развития или своей жизни и так далее, но, а, все равно не все от меня зависит, да, то есть, иногда, из-за нашей болезни, из-за того, из-за наших, в том числе, недостатков личных, нас могут, мы можем, и работа решится, да, и, опять же, мы тогда рассмотрим этот вариант, да, и декатастрофизируем его, то есть, однозначно, это плохо, однозначно, это шаг назад, однозначно, это, может быть, можно испытать стыд или смущение по этому поводу, да, но это не означает, что я полное ничтожество, и не означает, что моя жизнь покатится обратно, да, как будет возможность, двигаться дальше, да, и первый вариант, что ужас, катастрофа, я не должна этого допустить, приводит, тревога повышается, второй, скорее, будет тому, что она будет на каком-то уровне здоровом, то есть, в плане волнения, то есть, мне бы этого не хотелось, я, не знаю, выпью лекарство, подожду, но даже если так случится, я буду все равно продолжать жить дальше. Интересно, очень интересно и информативно, потому что на этой ступени, например, это катастрофизация, а если уже ты, например, там дальше в фантазиях, да, то есть, если ты уже сделал этот шаг назад, возможно, ты не выдержишь этого и больше никогда не пойдешь вперед, потому что тебя там очень удерживали важные для тебя люди, да, то есть, здесь на самом деле есть о чем подумать каждому из тех, из нас, кто сталкивался с паническим состоянием, с панической атакой и проанализировать. Кстати, вот совсем недавно с моим коллегой, у нас то ли студент, или кто-то спрашивал про панические атаки, иногда бывает достаточно одной сессии, да, для того, чтобы они сильно сократились, да, условно, клиент может дальше двигаться самостоятельно, то есть, когда он понимает и находит для себя вот эти убеждения, то есть, довольно много клиентов довольно подготовленных уже, и они многое знают и из терапии, и из разных терапий, то есть, они могут довольно быстро с ним справляться, да, но некоторым клиентам иногда в том числе нужен не только психолог, иногда на самом деле и врачи выписывают антидепрессанты, некоторые вещи, чтобы условно сформированную реакцию быстрее она изменилась и заменилась, да, потому что иногда может быть довольно сильные такие приступы паники, которые просто выключают все, да, и сначала нам нужно клиента научить немножко с ними справляться снижать одним способом, да, ну, правильно дышать, там, или какие-то техники отвлечения, дистракции, переключения, и потом уже переходить к этой когнитивной части и условно действовать поведенчески подкреплять одно поведение и ослаблять другое в том числе, потому что если клиенты наши ничего не будут делать, то, по сути дела, вот эта цепочка избегания, она будет продолжаться, да, и поэтому, да, в КПТ довольно много домашних заданий, потому что условно обычно сессии проходят раз в неделю по одному часу, там, 50 минут, все оставшееся время клиент находится сам собой, и он может огромное количество работы выполнять сам, и искать мысли, и отслеживать их, потому что иногда просто нету навыка, то есть клиент говорит, я ни о чем не думал, просто у меня все паника, такое тоже бывает, когда эта реакция уже автоматизировалась, она автоматически протекает, очень быстро. Абсолютно. Я помню еще тоже из институтских времен, моя подружка мне всегда говорила, я каждый раз приезжаю в универ в отвратительном настроении, я не понимаю. Я вроде встала, все хорошо было, я приехала, я ничего не хочу делать. И мы с ней разговаривали про это много месяцев подряд, знаете, что выяснилось? Один раз я приехала с ней. Ей мама звонит каждый раз в это время. Она всегда по пути в универ разговаривает с мамой, потому что мама жила в другом городе и звонила ей, это у них там совпадение по часовым поясам было, и вот как бы, ну, потом день она училась, она, мама работала, потом уже у них был вень, ну, короче, единственный там полчаса сорок минутный разговор было тогда, когда моя подруга была в пути. И она это в упор не видела много месяцев подряд. Да, иногда нам очень важно сделать некоторую реконструкцию и событий, и мыслей, и умозаключений. То есть, вот здесь есть как раз нюанс именно рациональной, мотивной, предельской терапии, то, что мы стараемся двигаться по этим умозаключениям, да, то есть как клиент интерпретирует, и мы это еще относим к А, а не к Б. То есть когнитивной терапии это уже, ну, условно, автомысли, да, мы это относим к, потому что эти умозаключения, которые мы видим, да, что, допустим, мама расстроится, если, или там что-то произойдет, такое, это может правда случиться. И в этом случае... Почему она разговаривала, продолжала разговаривать, вы про это говорите? Я говорю про то, что, да, вот про вот эти обстоятельства, то есть они могут быть маловероятны, но если они случатся, то есть мы можем адаптировать клиента, даже к этим обстоятельствам негативным. К тому, что мама плохо отреагировала, заболела, расстроилась там, ну и так далее, что... Ну, да, то, что я могу лишиться работы, это факт, потому что не все зависит от моего желания. Это про мой случай. Да, то, что я могу умереть, это тоже факт, что я смертный. То, что может пойти не по плану, это тоже некоторая реальность, да, и нам важно, скажем так, допускать эту реальность и формировать в этой реальности все-таки наиболее адаптивные интерпретации убеждения, которые будут помогать клиенту. То есть наша задача, на самом деле, как можно проще и быстрее научить клиента это все выявлять, да, и он может самостоятельно это все искать и их корректировать. То есть, на самом деле, терапевт, это условно некоторый вспомогательный такой катализатор этого процесса, который обучит или подскажет вместе, подумает, потому что часто вот даже сами терапевты, которые учатся, им трудно оспорить свои собственные убеждения. Они знают, что это иррациональное убеждение, но у них нету аргументов, что они смотрят постоянно замыленным взглядом на это убеждение, да, и коллега, там, кто-то другой со стороны может подсказать, как это ослабить. Интересно. Спасибо большое вам за эту беседу, Федор, я и для себя сделала определенные заметочки на полях. Думаю, что людям, кто в теме или хочет быть в теме, будет интересно. Да, вернее, большое спасибо, очень был рад. Спасибо, всего доброго. Всего доброго, до свидания.